люди в голубом а где вот это что клацает чтобы память стирать ручка такая сделано в россии то было бы если люди в черном снимались в россии вообще бы такое не было и откуда быть все из россии есть я с украины с харькова ну еще как вас обстановка час да все путем спасибо за что не знаю зашел от нечего делать ну о чем вообще общались до этого общались до этого но я до этого общался с одним преподавателем искусства так мы про искусство и говорили ясно а ты чем занимаешься ну по поводу искусства вот как раз помню как-то видел картины айвазовского довольно такие интересные раздача продовольствия корабль помощи видели такие картины но конкретно эту не видел но айвазовского вообще видел ну загуляйте если что посмотрите а ты знаешь настоящую фамилию айвазовского айвазян да он же армянином да вот так на этих картинах вот примечательно раздача продовольствия ну логично да раздают продовольствие но интерес в том что изображается сани которые едут по русской российской правильного и деревне где висят флаги вот эти времен николая второго и на санях этих американский флаг и вот интересно откуда она там вот эти сани как называется картина раздача продовольствия есть такое да вот вот вопрос к вам как думаете к чему приурочена эта картина к чему приурочена то есть имеешь виду какое событие здесь описано типа того слушай даже не знаю давай прочитаю ты знаешь ну я просто хотел услышать вашу весь моя версия но это не обязательно что американские знаки нет как их не флаг у них уже был такой может быть гуманитарная помощь какая-то о абсолютно точно вы прям попали в яблочко а что что было тогда в россии такого что нужна была гуманитарка голод был в россии верно видите вы очень хорошо попадаете абсолютно точно да год 1891-1992 году как считаете исходя из этого можно ли считать что американцы поддерживали россия американцы всегда поддерживают там где их интересы есть тоже а в чем интерес был здесь американцы в то время ну да совершенно эти не могут точно сказать но может быть это было когда аляску им отдавали там может быть еще какой-то ну это уже 30 лет после сдачи аляски даже я не могу видишь я не знаю я не жил я не был при договорах этих как бы ну что я могу сказать но картина айвазовского лизу гуманитарную помощь я больше тебе скажу я даже видел видео домашнюю съемку мужика ну мужчины который во время второй мировой войны был отбывал срок и был ворон в законе и был отправлен искупать кровью долг перед родиной даже этот мужик сказал что во время второй мировой войны пока от американцев не не было вот этих поставок то возили пушки на быках может быть там же очень большой процент был помощи даже металл с которого делали эти танки не был американский да 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 так что американцам же выгодно это было понимаешь но не на вторая мировая вторая мировая война была невыгодна американцам хочешь сказать первое кто получили да тут если мы вторую мировую это понятно а вот интересно выгода 91 92 годов 19 века по вашему мнению сугубо была ли какая-то 19 века ну вот эти вот этот голод которым раздача продовольствия да нарисована 91 92 годов 19 века ну я повторю я не знаю какие интересы преследовали американцы в том в то время и не тяжело браться да я хотел бы хотел бы вот зачитать такие цитаты первая цитата николая второго а вторая менделеева значит николай второй он еще тогда не был царем но он прокомментировал эту помощь так мы все глубоко тронуты тем что к нам из америки приходят корабли полные продовольствия это как раз таки на второй картине альвазовского корабль помощи можно увидеть только также американский флаг российском борту дальше значит резолюция подготовленная видными представителями российской общественности в том числе которых был менделеев в частности гласила посылая хлеба русским людям в грудину лишений и нужды соединенные штаты америки проявляют наиболее волнующий пример братских чувств русские химики посвятившие себя службе всемирной науки на своем собрании седьмого мая решили просить своих братьев из смитсоновского института передать их искреннюю благодарность всем лицам и институтам которые внесли вклад в оказание братской помощи смотрите как интересно менделеев пишет что это чуть ли не братская помощь без какой-либо выгоды а николай будущий царь благодарит что вот за безвозмездную помощь так же можно ли считать что они помогали вот из-за просто нужды народа который страдал от голода блин ну тебе сколько лет да ну выше 20 скажем вот знаешь мне 30 лет с небольшим я тебе хочу сказать что я не верю в то что какой то там государственный деятель либо какое-то государство полностью без каких-либо своих интересов полностью отдает какую-то гуманитарную помощь ну просто не бывает это простая экономика а зачем же тогда было помогать что какая была все-таки вывода тогда я еще раз повторю я не знаю я не был при этих договоренностях я не присутствовал я вас ты можешь утверждать что людей масса менделеев это по-любому великий человек и как бы его словам можно прислушаться но помимо менделеева я уверен что были и другие великие люди которые могли говорить и противоположные вещи абсолютно согласись возможно но мы их не знаем мы с тобой там не были и это обсуждать как бы ну не знаю у тебя есть какая-то информация что это было ты хочешь сказать что это было просто пожертвование от доброй Америки русскому народу ну смотрите по той информации вот то что я нашел например московские ведомости газета что про это пишет я что же там не жил я просто ориентируюсь на документы значит газета московские новости писала Талмаш заметил что пожертвования присланные на пароходе Лео является плодом чисто народной подписки женщины приносили свои браслеты и серьги брошки и иные украшения и просили их продать чтобы купить хлеба для россиян один мальчик 11 лет из Сан-Франциско прислал 3,5 доллара свой заработок за 70 пар вычищенных сапог старик отложивший 20 долларов на похороны прислал эти деньги на покупку хлеба то есть то что пишут московские новости газета да того времени больше подходит к какому-то волонтерству да какому-то более такому по мне это знаешь напоминает то же самое что эсэмэсками собирают деньги на еду так собирают же обычные люди видите обычные люди там мальчик женщина старик там то есть они же не хотят за это что-то получить они просто отдают чтобы помочь другим нуждающимся скажем так так же но в сумме но в сумме получается очень большие это было в газете написано московские новости не знаю брат я не верю в это все почитайте посмотрите голод в россии 1891-1993 годов там при этом много информации про то как Америка помогала на самом деле Америка помогла очень сильно в то время она помогла спасти как утверждается более 10 миллионов человек от голодной смерти то есть пароходы ходили с этим зерном тонны продовольствия вот так собирались таким образом те кто хотел помочь обычные люди давали какие то свои вещи или свои заработок там какой вот как я прочитал таким образом собирались большие абсолютно машины как ну довольно серьезные серьезные значит пароходы в которых были вот флот флот голода назывался этот весь вся эта организация которая доставляла еду значит пять пароходов пшеничной и кукурузной мукой и зерном овощами и фруктами медикаментами и одеждой вот прибывали корабли значит первый индиана 1900 тонн продовольствия второй камен маух или как он две с половиной тысячи тонн продовольствия миссури две висімсот тонн продовольствия общей стоимостью 138 тысяч долларов это ж тогда по том курсу это миллионы долларов современным дальше 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 комитет айовы собрал 3375 тонн продовольствия на корабле тайный хэд отправился тоже свыше 100 тысяч долларов в сумме по тех расценках ну то есть абсолютно очень огромная помощь и все это безоплатно вот так может 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 так можно сказать что Америка помогала России вот просто с того чтобы помочь нуждающимся голодающим слушай ну ты знаешь как Америка вообще образовалась ну это ж не причем к вопросу ну серьезно они тоже приехали помочь людям аборигенам каким-то стать нормальными людьми загнали их в резервации туда американцы приехали или что туда американцы приехали на европейцы которые стали американцами так европейцы это общее понятие британцы испанцы что американцы помогали России я тебе больше скажу я ж вам только что миллион фактов показал она вообще помогла человечеству дойти до той какой-то определенной степени до которой она дошла ну до которой человечество дошло я не говорю что американцы что там они что-то могли да они где-то помогают но они и дерьма сделали извини меня немало в конкретном данном случае в конкретном данном случае а ты как считаешь в конкретном данном случае то что твоя страна и моя страна сейчас происходит это было без американцев слушайте ну это уже другой вопрос тут меня интересует конкретно вот этот почему Айвазовский рисовал эти картины и почему Николай говорил так почему Менделеев так говорил почему газета так говорил а почему все так говорили и доставлялось миллионы тонн продовольствия за просто так не миллионы тонн тысячи тонн то я перегнул наверное потому что просто помогали а вы слышали про американскую администрацию помощи нет очень интересный факт что через 30 лет после этого голода события повторились то есть во времена после гражданской войны начался естественного опять таки и на помощь пришла американская администрация помощи она действовала 1921-1923 годах в тогда уже новосозданном Советском Союзе так вот она также помогала очень сильно и вот смотрите что про это пишут также разные не только люди и организации вот например патриарх Тихон епископу Нью-Йоркскому это он до того как как они вообще приехали почему они сюда приехали через вас зову народ США в России голод огромная часть ее население обречена на голодную смерть на почве голода эпидемии необходима самая широкая помощь всякие соображения иного порядка должны быть оставлены в стороне гибнет народ гибнет будущее ибо население бросает свои дома земли поля хозяйства и бежит на восток с криком хлеба промедление грозит бедствиями неслыханом доселе вы ссылаете немедленно хлеб и медикаменты это у него запрос как раз дальше заявление АРА 1921 год АРА то есть американская организация помощи ставит себе дольную только одну задачу оказать посильную помощь российскому народу главным образом голодающим больным и особенно детям мы как христианская нация должны приложить более усилий для предотвращения этой трагедии дальше Чайковский комментирует тоже в 1921 году кормит АРА удастся ей прокормить миллион детей иностранный рабочий помогает удастся и ему дать пищу миллиону одному Максим Горький что про это пишет для страны Льва Толстого и Достоевского Менделеева и Павлова Глинки и других всемирноценных людей наступили грозные дни и я смею верить что культурные люди Европы и Америки поняв терагизм положения российского народа немедленно помогут ему хлебом и медикаментами в 1922 году он также комментирует щедрость американского народа воскрешает мечту о человеческом братстве в момент когда человечество отчаянно нуждается в поддержке и создании ваша помощь будет вписана в историю как уникальное гигантское свершение достойное величайшей славы и надолго останется в памяти миллионов российских детей которых вы спасли от смерти Лев Троцкий в 1922 году пишет Ора будет кормить когда пароходы подойдут и дело развьется 5 миллионов взрослых голодающих если сравнить с этим другие европейские организации то кажется что они все вместе выполняют работу в 10 раз меньшую роль Ора огромная великодушная роль предстанет перед нами тогда в подлинном своем свете и также Лев Каменев в 1923 году пишет благодаря громадным совершенно бескорисным усилиям Ора миллионы людей всех возрастов были спасены от смерти и целое селение и даже города уцеляли отразившиеся им страшные катастрофы народы населяющие СССР никогда не забудут оказанной им американским народом через Ора помощь что думаете об этих всех коментариях? ну я не верю то что это все было там как-то бесплатно якобы так бескорисно еще пишет Каменев уже прямо пишет совершенно бескорисным усилием Ора ну я не знаю там какие совершенно бескорисные не может быть такого не может быть такого по крайней мере я в такое не верю ну я понимаю да может быть какая-то гуманитарная помощь но по-моему второй которого ты цитировал был Лев Троцкий ну не второй там уже четвертый или пятый по-моему я с детства помню такую фразу извиняюсь за матьюги пи*** как Троцкий ну хорошо то есть понимаешь опираться на я еще раз говорю опираться на высказывания отдельных личностей которые жили сто и двести лет назад это я на такое бы не стал опираться если ты хочешь прямо вот тебя конкретно интересует данный вопрос то тут надо рассматривать все варианты ну хорошо смотрите еще есть газета известия 1923 год американцы накормили 11 миллионов человек десятую часть населения страны двадцати восьми тысячах городов и деревень распределили более от дыни двадцать пять миллионов продовольственных посылок ага отремонтировало пятнадцать тысяч больниц двадцать третий год восемьдесят миллионов пациентов да и вакцинировало десять миллионов человек против различных эпидемических болезней деятельность ара высоко ценилась нашим правительством их помощь никогда не будет забыта в нашей стране в стране ну двадцать третий год это что вообще за время в стране было у нас вот как появился Советский Союз голод в Советском Союзе и ара кормит страдающих у нас сейчас в это и в это время примерно в двадцать третьем году да у нас идет активное разворовывание государства да куда у нас увозились куда уходили все практически ресурсы предметы роскоши такие как картины там предметы искусства большая часть из них уходила в США нет вот тут вы заметили очень четко но чуть не туда в то время когда американская администрация помощи помогала СССР СССР продавал тоже зерно те же там золото ценные металлы да продавал их уже в Европу там в Британии и так дальше чтобы тратить эти деньги эти средства на войну потому что он до сих пор с двадцать первого года это еще не конец был он воевал там из Украинской Народной Республики из Польши еще вот ему нужны были ресурсы в то время как народ в собственной стране голодал Ленин для этого его власть ну его там вот эти да товарищи не делали ничего а американцы делали понимаете в чем суть вот в чем парадокс вы заметили что мешало американцам что мешало ну что мешало американцам вывозить драгоценности и все остальное просто через Европу и при этом так они же вывозили в Европу гуманитарную помощь вот эту вот и про них еще и будут писать то что вы молодцы вы красавцы все в таком духе так в том и смысл что не продавали это просто не покупали за это продовольствие а покупали за это оружие чтобы сохранить свою власть вы можете прочитать там про то как велась политика Ленина очень интересно и почему же американцы оставили все это почему они дальше не продолжали помогать потому что собственно они увидели что творится что когда они привозят вот это зерно когда они привозят вот это продовольствие медикаменты и так дальше в то время Советский Союз продает свое зерно чтобы купить оружие понимаете в чем смысл это почему перерывалось а так себе голодали и не переживали вообще всем плевать главное чтобы власть сохранилась в красных вот такая политика большевиков вот смотрите еще одна интересная цитата Корнея Чуковского 1923 года тоже ни чая по утрам ни хлеба я сплю пальто в чернильнице замерзшие чернила печка оставалась нетопленной всю зиму вся мебель давно уже сожжена я надеваю перчатки и беру книгу без перчаток невозможно переворачивать страницы они тоже замерзшие книга полна идеализма но я только отмечаю пассажи имеющие отношение к пище какими едоками были герои знаменитых романов Пиквик Анна Каренина Родрик Хат Мадам Бовари пытаясь избежать голодной смерти моя семья и я покинул город Петроград и отправился в деревню но оказалось что крестьяне едят глину мышей и древесную кору смерть была им более знакома чем нам и через три месяца моя семья вернулась в Петроград умирать однако когда мы приблизились к вокзалу я увидел что мне показалось чудом двух веселых детей которые стояли на ступеньках у входа в здание а когда я взглянул на них они засмеялись я не мог поверить своим глазам в течение трех лет я не видел смеющихся детей мальчики и девочки которые мне доводилось видеть выглядели как старики и старухи морщинистые серые сердитые но эти дети стояли и смеялись как будто весь молодяк Петрограда воскрес они дрались как дерутся дети они задирали и дразнили прохожих шарили по повозках преследовали извозчиков все говорили что откуда-то издалека из какой-то Америки приехали странные непонятные люди это были такие странные парни которые привезли с собой настоящий сахар учтите не сахарин и белую настоящую муку и кормили бесплатно да и вправду бесплатно кормили слабых и больных детей вскоре в детском языке возникло новое слово американец что означает наесться от пуза до сыта возвращаясь домой дети пихтели американцы накормили меня сегодня до сыта если они хорошо приготовили уроки они говорили мы выучили уроки по-американски один мальчишка восхищаясь мускулатурой своего приятеля называет ее настоящей американской вскоре мы узнали об обозначении букв ара которые произносились нами одним словом ара это слово звучало часто и повсеместно обрело русские окончания аровские аровцы арские вместе ура наши дети кричали ара вместо ура кричали ара удивительно ли что голодные отцы завидовали быстро поправляющимся детям мы стали пролетариями а наши потомки превращались в буржуа которые возвращались домой и хвастались вы жуете огурцы и картошку а нам сегодня давали горячие макароны и какао удивительно ли что каждый ребенок хотел принести своей матери хоть немножко макарон стараясь сократить растущий разрыв между родителями и детьми ара разработала планы помощи родителям я получил письмо от одного берлинского издательства с известиями о том что он напечатает одну из моих старых рукописей и что в качестве аванса он посылает мне три продуктовых посылки через ара только подумайте три продуктовых посылки ара знаешь ли ты мой дорогой рокфеллер что эти три посылки ара значили для меня понимаешь ли ты как благодарен я Колумбу за то что он в один прекрасный день открыл Америку спасибо тебе старый мореход спасибо тебе старый бродяга эти три посылки значат для меня больше чем просто спасение от смерти и не дали мне возможность вернуться в литературной работе и теперь я снова чувствую себя писателем но как долго эти посылки добирались до меня мои дети бегали каждый день в гору ара над морской и каждый день возвращались с пустыми руками я сомневаюсь может ли хоть один американец понятную радость когда вся семья тащила домой тележку с долгожданными посылками ара и волокла их на третий этаж в нашу квартиру не чудо лишь что с другой стороны света какие-то янки о которых слышали всю жизнь как о людях безсердечных поклонников наживы посвятивших себя торговле не чудо лишь что эти люди преодолели тысячу миль чтобы накорбить и сделать меня счастливым я почувствовал в этом наступлении новой эры и новой хорошей эпохи Киев страдает а Нью-Йорк это чувствует беды Петрограда волнуют Бостон как будто все города соединены воедино Москва становится соседкой Чикаго океаны и горы которые служили разъединяющим барьерами перестали существовать не начало ли это эпохи предсказанной американским поэтом если бы меня спросили испытывает ли русский народ настоящую благодарность к американскому народу спасшему тысячи жизней от болезней и смертей я был бы вынужден ответить честно едва ли отдельные люди испытывали глубокую благодарность но не массы народа хотя и касались только Петрограда и Москвы причины однако легко понятны мы пережили войну и революцию человек прошедший такие испытания перестает доверять кому-либо и верить только в себя потому что за множеством высокоспорных слов и фраз скрывался обман даже теперь видя как Америка кормит наших детей у нас говорят это не искренне это должно быть какой-то трюк газеты поощряют такое отношение в печати постоянно появляется рассказ о том что американцы скупи расчетливы что по-настоящему хорошим американцам являются не рабочие а все остальные жулики к сожалению российский интеллектуал интеллигент Лид Вали знает американского он слышен только об Уолле Стридь и Фокстроте в России нет ни книг по американской истории наши люди почти ничего не знают о американской культуре и науке в то время как наши российские магазины забиты дешевыми переводными немецкими романами единственными переведенным у нас американским писателем является Эптон Синквер который учит наш народ видеть отрицательные стороны Америки российский средний класс ничего не знает о том как была создана РА никто не объяснял народу ее идеалы и цели они знают только заносчивых спешащих американцев в быстрых автомашинах и говорят такие люди не могут кормить нас просто так прежде всего в глазах российских эти люди не выглядят добрыми они вечно заняты всегда торопятся всегда официальны всегда кажутся глядящими с высоты занятой им руководящей позиции я часто замечаю что после личного общения с американцем российские казались обиженными им хотелось чтобы американцы не только кормили их но и проявляли доброжелательные интересы их личной жизни американцы уже до предела сдержаны поэтому пришли к выводу что американцы бесчувственны и короннеформальны все вышесказанные все вышесказанные об отношении россиян к АРА не просто мое личное мнение я ссылаюсь на знаменитый роман Пальняка Третья столица 23 года в котором представители АРА выведены как пьяницы ни в одной российской книге я не заметил доброжелательного отношения к АРА в одном из маленьких театров недавно распели американский дух слишком долго смешивался с российским пришло время поставить АРА мат не поймет ли АРА этот мат публика смеялись никому не пришло в голову выбросить эту песенку из репертуара может ли винить простого человека с улицы за то что он невежественный нет не обвиняйте его слишком строго в неблагодарности потому что только свободные люди могут ощущать искренне выражать свою благодарность видите очень долгая интересная цитата ну очень интересная она передает то что вы сейчас сказали не может это быть просто так ну не может такая вот такие хорошие действия нашу сторону не может он не быть хорошей но тут знаете в этого человека больше сожаления в этих словах что не могут не может насколько насколько уже советский да он российским именует еще по старому образцу советский народ не может даже на фоне того что происходило гражданской войны всех этих ужасов он даже не может себе представить что насколько можно просто так вот что-то давать вот и поэтому он говорит что корней Чуковский что только самые самые скажем так ну грамотные интеллигентные да не могут понять что же происходит а массы которых советские союзы пишет это все не просто так это какая-то фигня и так далее вот они подчиняются этому и даже не думают даже неблагодарны за то что их спасают от голодной смерти видите как интересно это эти слова были сказаны еще сто лет назад вы их повторили только что я знаю другие я знаю слова которые говорила моя бабушка бабушке говорила ее бабушка при царе при Николашке ели белые алашки а пришли большевики нет ни хлеба ни муки вот а мука пришла с американцами а мука пришла с американцами легко не спорю не спорю легко вот так все таки можно считать что Америка помогала в самом Харькове прямо живется да ну я хотел бы чтобы вы ответили на вопрос вот этот и пожалуйста относительно той ситуации относительно 1891 это уже две ситуации я назвал с разрывом 30 лет это царские времена и советские ранние относительно того что ну вот если ссылаться на то что ты читаешь то конечно же можно отлично почему же теперь не как Россия не помнит ту историю да за которой писали что столетиями такое нельзя забывать столетиями она взяла и забыла за секунду просто почему так как думаете по вашему мнению блин ну есть договоренности 91 года были так при которых советский союз распадался понимаешь ну и что разложился на несколько государств было дело да такое и что при чем это это было на устных это было на устных на устных но договоренностях о непродвижении НАТО на восток но надо же на восток продвигаться и советского союза уже нет понимаешь почитайте это посмотрите интервью кто у вас был последним вылетел из головы кто у вас последний там был завис Воробачев или кто что-то вылетело из головы вылетел он говорит никаких договоренностей не было да и советский союз распался были другие государства почему вы не помните историю не благодарны я банки ничего они не помнят никакого добра нельзя им помогать вот и все если вам понравилось то не забудьте подписаться а также поставить лайк и подписаться на мой телеграм-канал это очень важно так как после атаки российских ботов ютуб не всегда показывает мои видео через повышения и подписаться это очень важно для поддержки украинского четвероточного контента слава Украине субтитры